Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас такая криминальная тема, потому что буквально несколько дней назад произошло такое страшное преступление. Убийство адвоката Павла Рябинока или ребёнка, или как правильно, я не знаю. И, конечно, это преступление, совершённое с особой жестокостью и в центре благополучного посёлка Лангстене, в котором живут преимущественно состоятельные люди, у которых всё в порядке с сигнализацией, с видеонаблюдением и с прочими атрибутами защиты собственности. вызывает, конечно, большие вопросы, что произошло, почему и как это стало возможным. И вызывает вопросы о том, почему вообще и как у нас расследуются такие тяжкие преступления. Действительно ли человек в Латвии защищён от посягательства на его жизнь и семья пострадавшего имеет шансы найти преступников, дождаться возмездия и так далее. Поэтому поговорить на эту тему мы пригласили сегодня людей, которые долгие годы работают с темой уголовной преступности и наблюдают за этой тематикой, это ведущая портала «Криминал.ЛВ» Марина Михайлова и журналист, которая уже, наверное, лет 30 занимается уголовной криминальной тематикой. Да, Марин? Да, сейчас я ещё работаю в газете «Сегодня». Да, по-прежнему. По-прежнему. И председательный адвокат Михаил Черноусов, который тоже всю свою жизнь связан с правоохранительными органами, с этой тематикой и в данный момент выступает как человек, который защищает различных людей, потерпевших от каких-либо посягательств на их имущество или жизнь и, естественно, тоже наблюдает за этими процессами. Итак, у нас на памяти уже несколько преступлений, таких резонансных, будем так говорить, которые, в принципе, до сих пор не расследованы. Ни убийства Бункуса, администратора неплатёжеспособности, ни пропажа адвоката Платоциса, который так до сих пор и не найден, и никаких следов от него не найдено, и непонятно, где он, при каких обстоятельствах погиб, жив, умер, исчез и так далее. И сегодня тоже это резонансное преступление вызвало много различных суждений. Вот, Марина, у вас на портале, наверное, ваша публика, которая во многом профессиональная, которая следит за этим, ну там бывшие полицейские, наверное, участвуют в дискуссиях и в суждениях. Вот, что вы отметили в, может быть, в суждениях этих людей, которые, ну, непосредственно связаны были когда-то с расследованием преступлений, может быть, отлично от того, что вообще говорят? Знаете, я ещё, Люся, обсудила тему с руководителями крупных фирм, которые занимаются пультовой охраной, потому что здесь потрясающий, конечно, момент, что сигнализация была отключена. И на пульте это не вызвало никаких вопросов? Ведь, по идее, если на пульте пропадает сигнал, они должны, ну, срочно предпринимать какие-то меры или нет? Ну, вот, тут те, кто этим занимается и зарабатывает на этом деньги, говорят так, что если не брать очень сложные киношные варианты, то, в принципе, конечно, сигнал заблокировать можно, чтобы он не уходил на пульт. Но это должно сохраниться в панели памяти. То есть это уже вопрос изучения общей ситуации. Там ещё бросается в глаза отсутствие камер. То есть всё-таки, ну, мы знаем Павла все, я с ним контактировала неоднократно. Он человек очень спокойный, логичный, очень вежливый. Ему всегда можно было позвонить. Он никуда не торопился. Он всегда объяснял, на все вопросы отвечал. То есть, ну, один из самых таких толковых юристов всё-таки, это безусловно так, я лично с ним была знакома, предположить, что во всём тут присутствует какая-то безалаберность, это у меня не состыковка с Альбонов. Это, ну, как бы нелогично. То есть, это, я его лично не была с ним дружна, но мы неоднократно с ним разговаривали, и он не производил впечатлений ни одного раза какого-то хаотичного творческого человека. Который бы что-то забыл. Нет. То есть, логично здесь другое, что человек не хотел просто, чтобы его визитёры попадали на камеры. И тогда, ну да, это тогда вписывается. Почему не было камер в принципе на доме, что сразу отметила полиция. Как бы, что касается сигнала, да, ну, видите, господин Крекис уже озвучил мысль, да, его партнёр, что он часто отключал, но, может быть, по каким-то своим причинам тоже такое могло быть. Ну и, конечно, на что обратили внимание профессиональные сыщики, да. Ну, не сыщики, а скорее охранники, да. Что коллекция часов и другие ценности на полмиллиона хранились вне сейфа. Ну, это нонсенс, это как бы, ну, вызвало, вот я так скажу, вот реакцию у одного руководителя крупной и популярной охранной фирмы, которая занимается пультовой охраной. Слушайте, я говорю, ну, вот в наше время, если вы не хотите вот таких визитёров в свой собственный дом, то такие вещи, да, то есть у вас в доме не должно быть ничего просто. Вот у приличного, порядочного человека просто дома сейчас нечего воровать. Всё на карточках, всё, в сейфохранилище где-нибудь, где-нибудь ещё, да. У меня, говорят, просто нечего воровать в доме. А тут на полмиллиона ценностей просто так, и вне сейфа, ну. То есть, ну, это, конечно... Ну, то есть, это было подтверждено кем-то, что они хранились вне сейфа? Или, может быть, был сейф, его просто целиком вынесли? Никто не говорил, что там это находилось в сейфе, ещё сейф надо вскрыть. Или каким-то образом он должен быть тоже открыт. Да, это совсем странно. То есть, на доме нет камер, отключена сигнализация, и сейф на распашку. Ну, нет, там, судя по всему, всё так и находилось. Но это, к сожалению, люди иногда и не думают всё-таки о безопасности. Вот я бы хотела передать слово Михаилу, который расскажет, что аналогичные примеры присутствуют в нашей жизни. То есть, если у вас есть охрана сигнализации в доме, это не означает, что, ну, мазурики каким-то образом её не обойдут, не отключат и не проникнут в дом на первом этаже, например, когда вы находитесь на втором. Я о таких случаях тоже слыхала. Ну, здесь надо, то, что мы говорим, надо разделить на две части. Во-первых, предупреждение преступлений и раскрытие преступлений. Вот сейчас мы говорим о предупреждении, о том, чтобы не допустить, используя сигнализацию, видеонаблюдение и прочие технические средства. Ну, то есть, зная о том, что такие технические средства присутствуют, крабителям проще будет избрать другой объект. Да. Вот, к сожалению, очень многие потребители услуг безопасности, даже имея сигнализацию, имея оружие, имея видеонаблюдение, различные кнопки там тревожные и так далее, да, они постепенно самоуспокаиваются и никак не применяют вот эти средства. Хотя надо было бы, особенно если были какие-то угрозы. Как вот мы видим, читаем по прессе, что были предварительно год назад угрозы. Это один аспект. Как человек сам использует возможности для того, чтобы себя обезопасить. Ну, как говорят, что знал бы, где упадёшь, подстелил бы соломку, да, но, к сожалению, не все об этом думают вперёд. Теперь с точки зрения, если мы рассуждаем о злоумышленниках. Был заказ, не был заказ, это уже вопрос другой. Но есть исполнители, которые осознанно, неосознанно, изучив, скорее всего, объект изучался, да, но если злоумышленники видят, что дом оборудован сигнализацией, откуда они знают, что она вот сегодня не включена? Если они пойдут, она сработает, приедет охрана, задержат, там полицию вызовут и так далее. Вот это в аналогичных случаях большой вопрос. Откуда, почему они были уверены, что вломившись в дом, они не получат тот же ответку. Да, совершенно, скажем так, спокойно, какой-то период времени заниматься совершением преступления. Вот это, на мой взгляд, один из таких важных моментов, которые надо учитывать. Второй момент, как реагировать на совершенные факты. Вы сказали о том, что качество работы правоохранительных учреждений, со слов многих профессионалов, достаточно низкое. Вот, вы знаете, когда в прошлом году у нас появился новый министр внутренних дел, был назначен, да, вот я очень ждал, что что-то в системе кардинально поменяется. К сожалению, вот именно в плане... Ну, почему вы этого ждали? Вы думали, что вы видите в нем большего профессионала, чем предыдущие министры? В самом плане, что вот из прозвучавших интервью ожидалось и сам, собственно, министр, адвокат, он не со стороны, адвокат, тоже, который работал... Сталкивался неоднократно с качеством работы правоохранительных учреждений. Качество работы именно... Сейчас я говорю о расследовании преступлений. Оно будет улучшено. Да, по одному из тяжких преступлений я в прошлом году писал адвокатский запрос министру, вновь назначенному, о том, что затянуто дело по просьбе моего клиента. Крупное мошенничество, оно тянется уже там довольно продолжительное количество времени. И написал, что поскольку обращались туда-сюда, работа практически не ведется, в чем дело, прошу оказать содействие. На что министр лично, не никому-то передавал, ответил мне, что да, но он не может влиять на процесс следствия, потому что надо обращаться в прокуратуру. Процессуально так и получается, к сожалению, что надо обращаться в прокуратуру. Прокуратура должна контролировать качество расследования следствия по конкретным делам, давать указания и так далее. Она надзорный орган. Есть надзирающие прокуроры, есть вышестоящие прокуроры, но, к сожалению, и там бывают, скажем так, значительные недостатки. Вот с чем приходится довольно часто сталкиваться, вот заниматься отписками, это в правоохранительных органах умеет очень хорошо. Научились? На один, да, умеет, умеют, а вот в плане раскрытия, работы по раскрытию преступления, там что-то хромает качество. Вот не так давно получаю ответ на заявление моего клиента, потерпевшего по тяжкому преступлению, которое тянется уже, вот расследование много лет, причем очевидное. Вот сейчас чуть-чуть отвлекусь, скажу. Есть, вот мы говорим о раскрытии преступления, есть преступления, как мы знаем, очевидные, где есть виновная сторона, где есть доказательства, надо только качественно расследовать и… Ну, собрать доказательства, как бы их закрепить сюда. Иногда закрепить доказательства и передать для… Ну, то есть, грубо говоря, преступник пойман с поличным, да, это очевидное преступление или нет? Даже если он не пойман с поличным, если известно, кто совершил конкретное преступление, есть какие-то доказательства, что это конкретное лицо виновно, но надо их закрепить, предоставить для того, чтобы можно было уже в криминальном плане преследовать. Так вот, о том конкретном деле, есть преступление тяжкое, которое тянется много лет, качество расследования очень низкое, никакой реакции не происходит, соответственно, надо обжаловать. И, в частности, клиент пишет уже в регионную нижестоящую прокуратуру, вышестоящую, получает интересный ответ от прокуратуры. Это уже при новом прокуроре, который вот… Только что недавно назначен. Только недавно назначен, да, в надежде на то, что он сказал, что будет вот эта затянутость дел будет прекращена. Прокуратура окружная присылает интересный ответ. Нет, да, мы понимаем, что дело затянуто, но следователи перегружены работой, да, следователи часто меняются, они не успевают всё сделать. К тому же, те лица, которые могут дать показания, они просто не являются по нашим приглашениям, по повесткам. Прекрасно. Но это разве аргументы? А далее совсем интересно. Говорят, что да, ну вот поскольку в жалобе не было указано, кому вы просите передать расследование, какое структурное подразделение, поэтому жалоба отклонена. Вот и всё. И дальше ничего не происходит. Вы жалуетесь в прокуратуру, вы не только должны указать существо, обстоятельства дела, которые затянуты, но ещё и указать конкретного прокурора, которому вы хотели бы поручить свою судьбу. В полицию. В полиции тоже разные структуры занимаются. И поскольку одно учреждение тянет расследование очень долго, клиент просит передать это расследование в другое подразделение полицейское, которое бы как бы независимо проводило качественное расследование. На что получаем ответ? В итоге все заявления, которые идут в вышестоящие инстанции, они спускаются к тому же процессоверзитаясь, следователь, который ничего не делает по этому делу, или который недавно получил это дело в производство, и дальше опять ничего не происходит. Это проблема. Ну а в других, скажем так, может быть большинство случаев, когда, да, действительно, перегруженность, неквалифицированность, недостаточное умение расследовать, недостаточно желания. Если раньше, скажем так, в 16 часов приходишь в полицию, там люди работали, сейчас приходишь в 4 часа дня в рабочее время, а там уже все по домам. Ну понятно, там очень... То есть моя полиция меня не бережет. Ну вот, к сожалению, очень часто так приходится с этим сталкиваться. В то же время я не могу сказать, что вообще никто не работает. Да, работают, особенно по наведению порядка, особенно по борьбе с ковидом. В 19 очень активно проводится работа на массовых мероприятиях, стоят полицейские, говорят, что нельзя приближаться там и так далее. Это хорошо. Выявляют, где неправильно припарковано. А вот качество расследования, я подчеркиваю, по очевидным преступлениям. Что же тогда мы говорим о неочевидных преступлениях? Когда нету, вот собрать по неочевидным, когда нет, неизвестно кто и что, вот это большая проблема, к сожалению. А вот по очевидным, почему не работают, это уже вопрос совершенно, скажем так, противоположный. И вот тут, а, соответственно, преступник, который совершил какое-то преступление, гуляет на свободе, гуляет на свободе длительное время, ничего не происходит. Он может совершить другое преступление. И, к сожалению, такое часто бывает. У меня и как у бывшего детектива, и как у адвоката тоже есть такие примеры, когда просто-напросто, в том числе убийства были совершены, была информация, но человек, оставаясь на свободе, совершал другое преступление. Так, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Предлагаем радиослушателям после перерыва звонить в студию 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать вопросы нашим гостям. Это Марина Михайлова, ведущая портала Криминал.ЛВ и редактор отдела расследований в газете сегодня. И частный, нет, уже теперь не частный детектив, а просто адвокат Михаил Черновусов. Бывший частный детектив. Добрый день еще раз. В эфире программа «Продоплека» расследуем громкие, нерасследованные убийства, которых, к сожалению, в Латвии имеется некоторое количество. И в гостях у нас Марина Михайлова, ведущая портала Криминал.ЛВ и присяжный адвокат Михаил Черновусов. Мы предлагаем вам звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. И продолжаем разговор о том нашумевшем преступлении, которое произошло буквально недавно. Это убийство с особой жестокостью Павла ребенка в его собственном доме какими-то неизвестными людьми, которые просто, по версии, которая была озвучена, как будто бы пришли грабить этот дом. А обнаружив в нем хозяина его гостя, значит, убили фактически хозяина, а гостя почему-то оставили в живых, предварительно облив его жидкостью, какой-то там жидкостью, чтобы устранить следы ДНК. У нас есть звонок, давайте послушаем. Надевайте наушники. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот у меня украли зеркало с машины, велосипед и ноль эмоций. Только полиция говорит, может, не будете писать заявление? Нет, я буду писать. А что хорошо расследует полиция? По русским комментаторам, которым латышская власть не нравится. Вот там сразу. Ужденка передает в прокуратуру суд и осужден. И было, кстати, статья до 10 лет. Потом моя адвокат уже изменила. Сделала до 5. Вот они только это и могут. Так что полиция вот так работает, как работает. Понятно. Спасибо за ваш комментарий. Но все-таки о деле, когда убили человека. Марина, вы предполагали, что такое дело можно раскрыть по горячим следам. Действительно это так? Или все-таки слишком много тяжелых обстоятельств? Лето? Следов на снегу нет? Как в случае с убийством Эллы Ивановой? Найти преступника не так-то просто. Ну, давайте себе представим, да, как это вообще могло произойти. То есть, там от основной трассы, примерно добираться до этого места, поселка, порядка 8 километров. И вот, как называла полиция, там присутствовало 3 человека. 3 парня, видимо. Как бы двое по... Вот этот вот второй потерпевший или свидетель по делу, он утверждает, что их было трое? Трое, да. Ну, утверждает еще, что следили... То есть, там партнер убитого утверждает, что за ним следили, видимо, трое человек тоже. Но, допустим, их было трое. Вероятно, как называет полиция приметы, двое были по 175 сантиметров роста, и один чуть повыше, метр 80. И вот этим троим парням с трассы нужно добраться до этого поселка так, чтобы желательно не попасть ни на камеры видеорегистраторов, ни на камеры соседних домов. Потому что, ну, допустим, да, на этом доме нет камер, но на других-то есть. Ну, вот представим себе такую задачу. То есть, мы сразу отбрасываем, разумеется, каршеринговые самокаты, потому что как-то будет выглядеть трое парней. И совершенно незаметно, да, с троим выдвинулись, добрались. Молодцы. Машину мы тоже отбрасываем? Машину. Вот дело Бункуса. Как известно, там позже, после преступления, была обнаружена машина. Позже. Сгоревшая. Как бы, ну, в данном случае ничего не было пока обнаружено. То есть, теоретически мог кто-то подвезти, потом увезти. Но это тоже могло бы быть заметным. Это тоже могло бы быть заметным, да. Ну, третий вариант, он требует чуть больше нервов, да, вероятно. Это найти какое-то помещение уже непосредственно в поселке. И там затихариться, что называется. Подождать до того, как выдвинуться, потом совершить то, что было совершено, и потом там же переждать, пока все рассосется. Но что очевидно также, да, что пока не сообщали ни свидетели, а в наше время Фейсбука и в наше время других социальных сетей все-таки достаточно активно люди выступают, не сильно доверяя в некоторых случаях все-таки официальным каким-то версиям. То есть выдвигаются сами, чтобы эта информация потом не исчезла никуда. Поэтому зачастую свидетели выходят просто в любом формате, в прямой эфир, об этом говорят. Сейчас прошла уже фактически неделя, да, все произошло в ночь на воскресенье, и пока мы не видели, не слышали ничего, никаких подозрительных свидетельств о чем-то подозрительном. Хотя еще раз напомним, там 8 километров. То есть добраться можно, конечно, да, мы упустили еще один момент, но своих ногах, ну, это требует небольшой спортивной подготовки, ну, такой умеренной, да. И там, ну, там довольно открыто, то есть там не так, чтобы было все это незаметно. Ну, и потом поселок, ну, фактически такой, можно сказать, элитарный, чужие там особо не ходят, ну, то есть любые посторонние лица могли бы привлечь внимание чье-то. Чье-то. И мы видим, пока никаких свидетельств нет. О чем это говорит? Что люди или отлично сработали, не попасть никуда, ни на какие камеры пока не… А может быть, их вообще не было, этих людей? Вот это хороший вопрос, да. То есть это вот хороший вопрос. Но мы тогда выдвигаем конкретное обвинение сразу. Понимаете, мы давайте будем аккуратны в своих высказываниях. То есть предполагать, что у нас люди, которые сумели обеспечить практически, ну, крайне незаметное, практически почти волшебное, да, появление на месте, не попали ни на какие… Потом исчезновение с этого места. Потом исчезновение, да. Таким же образом, неделю уже ничего не слышно. Вот. При этом нашли деньги, ценности, и еще успели позаниматься отбором. И, соответственно, еще как бы помывкой второго потерпевшего. Тоже довольно оригинально. Ну и растворились в пространстве. Ну, такого еще действительно не было. Если предположить, что они действительно были там. Были такие трое. Может, как-то так… Ну, или совсем, может быть, дикий вариант. Какие-нибудь очень деклассированные, да, наркоманы, там, буквально люмпины, где-нибудь в кочегарке находились, потом быстренько сделали кросс, добежали до дома, совершили все это, забрали на полмиллиона ценностей. И удержались, чтобы не попытаться сбыть где-нибудь, потому что столько ценностей могло уже всплыть. Обычно так и происходит. То есть во всяких преступлениях, типа местные какие-то сбалдыги, а кто-то нам сказал, там, знаешь, камеры нет, чего там, а много всего в доме. И пошли. Уборщица могла, например, рассказать. Уборщица, да. Ну, мало ли кто, да. То есть любой там случайный человек, обслуга какая-нибудь, да. Они довольно быстро попадаются, ну, буквально, Михаил, не дашь соврать, именно потому что начинается какой-то сбыт. Ну, да, и дорогие часы, которые там стоят несколько десятков тысяч. Дорогие часы, которые ушли в какую-то скупку, в какой-то ломбард, так или и сяк. То есть надо предположить, что эти грабители случайные, во-первых, добрались так, что сумели прийти и уйти, так, что их никто не заметил. Пункт второй. Они вынесли эти ценности и нашли в себе силы никуда ничего не продать и не сбыть. Молодцы. Ну, они же еще и деньги забрали, так пока живут на деньги найти. Ну, хорошо, да, допустим, да. При этом они еще успели кого-то помыть по дороге, да, волосы тоже, да. Но будем иметь в виду, что мы в любом случае, как бы, из уважения к жертвам, да, то есть не будем здесь, нет, мы не иронизируем, мы пытаемся все-таки как-то осмыслить, да, общую ситуацию. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Вот я послушаю вас, вот промикнуло прямо с языка, вы мне сняли. А были ли люди, вот вопрос такой. Вот, потому что, в принципе, как бы, ну, я раньше работал в этой такой системе. Если человека били, трое человек, то должна быть кровь, правильно? То есть там уже пол, греб, пол, то есть должны отпечататься следы тех людей, которые ходили там, если были три, значит, видно, там, натоптали они там. Ну, не помыли же они после себя все. Ну, так вот они второго потерпевшего помыли, так, может, и следы тоже тряпочкой замыли. Мы же не знаем. Полиция должна сказать, что они, ну, полы помыты, там, все убрано, все чистенько или нет. Люди, когда, ну, сами представьте, когда идет такое, там, вот, дупиной, там, палкой какой-то били, там все в крови. Просто я знаю, я сам работал в этой системе, выезжая на такие штуки. Я выезжал несколько раз. Вот один раз было такое вот такое же преступление. Ну, я не знаю, там, правда или нет, что там были потерпевшие, был, как бы, ну, такой необычный человек, так скажем, там, вместе со своим другом. Вот. И вот я один раз выезжал там, где они между собой поссорились, и там, как бы, один другого, другого прихлопнул, все, а потом организовал, как будто кто-то сделал. Тут надо смотреть. Три человека. Там они должны были натоптать так, что там, как кони, правильно? Вот так вот. Ну, или надо предполагать какой-то очень сложный план с просчитанным хронометражем, когда четко по ролям все разбито, кто стоит на шухере, кто что-то делает. Третий непонятно, зачем лишние люди. Ну, и потом, слушайте, если люди проникли с целью ограбления, зачем им убивать? Ну, в принципе, ну, могли просто запугать, им бы просто так все отдали. Нет, ну, странно. Причем, если убили одного свидетеля или там владельца этого дома, то надо было и второго тогда уже убивать. Зачем второго оставили в живых, а первого там все-таки убили. Непонятно это тоже. Мы проявим уважение к людям, да. Как бы мы очень сочувствуем, как бы, всем, кто является пострадавшими, тем более семьей. Ну, покойным это в любом случае большая трагедия, да. Ну, как бы, мы имеем в виду, что просто мы пытаемся разобраться в деле, чтобы подобных вещей не было, да. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Ну, вот я задам вопрос, а потом поясню, если вы не дадите время. Да. А у нас вообще кто-то, кто-то на что-то качественное способен. Вот сейчас в нюансах копаться все будут сейчас специалистами в расследованиях. Есть, строить у нас все. Значит, вот, значит, строительство максимума, потом суды по максимуме. Вот сейчас расследование. Вообще, когда-то какое-то преступление серьезное у нас качественно дошло до расследования до качественного? Или мы, значит, вот только можем болтать, и все из рук валится, и ничего не получается? Вот пример привести можете? Хорошо, давайте послушаем. Наших экспертов есть ответы у вас? Безусловно, крупные преступления многие раскрываются. Например? Например, убийство одного как раз адвоката, о котором мы говорили, там было ограбление с убийством. То есть, там были задержаны люди, уже предъявлены обвинения. Какого адвоката? Берзнич. Берзнич, да, адвокат Берзнич. То есть, там как раз аналогичное дело, было нападение на ДУМ, достаточно жестко они обращались с его супругой, требовали денег. Ну, как бы и убийство, в общем, было довольно случайным таким. И этих людей нашли, но там целью было явное просто ограбление. И если предположить, что... Вы меня не отключили, я извиняюсь. Вы не задерживаете? Нет, мы вас слушаем. Вы остаетесь на линии, вам отвечает Марина. Я понял, спасибо вам. Значит, что что-то должно было быть раскрыто. Если бы вы сказали, что вообще ничего не раскрыто, но это значит, мы, как всегда, чемпионы. Вот качественная работа, вот примеры качественного труда, кого-нибудь в вашей области в данном случае. Михаил, может быть, у вас есть примеры качественной работы по тяжким преступлениям? Я могу сказать, что у меня много примеров. И когда я работал в уголовном розыске, и когда я работал частным детективом... Но в уголовном розыске вы уже в независимой Латвии работали? Нет, я работал в то время. Советское время. И когда частным детективом расследовали в том числе убийство, и доводили это дело до финального логического завершения. И как адвокат достаточно много сталкиваюсь с теми случаями, когда преступление все-таки раскрывается. Нельзя говорить, что вообще никто ничего не делает, и никто не умеет работать. Другое дело, что если бы по всем делам так активно работали, как по этому делу, оперативно, много сил задействовано и так далее, то это было бы хорошо. По какому делу этому? По делу Берзинша раскрытому или по теперьшнему? Нет, я имею в виду по конкретному убийству адвоката Ребенокса. Мы не знаем еще, когда оно будет раскрыто. Я надеюсь, когда-то все-таки будет раскрыто. Мы не знаем всех обстоятельств дела, это знает только полиция, тайна следствия не позволяет озвучивать, что там было на месте происшествия, какая информация поступает. Когда-то на брифинге, да, может быть, что-то откроют. Но это все-таки тайна следствия. Надо понимать, что утечка, особенно в эфире, может произойти, и злоумышленники узнают, что вот эта информация получена, надо быть очень предельно бдительными. Но я повторяю, что многие преступления расследуются, раскрываются и доводятся до уголовного преследования конкретных преступлений. Но все-таки если… Но много, да. Вот я хочу подчеркнуть, что по многим преступлениям крайне низкое качество работы. И вот в качестве примера я могу сказать, что совсем недавно у нас тоже обратился… До этого, это было в начале сентября, обратился клиент, потерпевший, у которого был в пригороде Риги оборон дом. Преступник проник внутрь, ходил там, люди спят, жена, ребенок заходит, крадет там ценные вещи, в том числе драгоценности. Прямо из спальни? Да, с тумбочки. В том числе коллекцию ценных часов. Вот, уходит. Железные нервы у человека. Да, да. И тоже есть и камеры наблюдения, есть и сигнализация, которая не была включена. Откуда он об этом знал? Но я хочу сказать о другом, что да, оперативно приехали, зафиксировали, посмотрели, сняли там, скажем, следы и уехали. А потом началось непонятное затягивание процесса. И когда к нам обратился человек, мы провели, значит, оказали юридическую помощь, провели детективное расследование и установили возможных виновников. Очень вероятно, да, но путем детективного расследования. Так вот, передать, к сожалению, материалы некому было. Я лично искал, у кого же дело, уголовный процесс находится. Из одного подразделения переслали в другое. А вообще, насколько полиция принимает вот такие результаты детективного расследования? Другие обязаны фиксировать, другое дело, когда и как будут реагировать. Вот по таким громким делам, как убийство Рубина, да, все силы брошены, информация поступает, призывают, чтобы давали там с видеорегистраторов, кто что видел, какая-то информация поступает. Но надо по всем случаям реагировать оперативно. Тогда преступники не будут гулять на свободе, совершать другие преступления. Потому что вот в данном случае, о том преступлении, о котором мы говорим, я более чем уверен, что те же самые, совершившие это тяжкое преступление, убийство, ограбление, они совершили и другие преступления. И они могут совершить другие, наверняка это будут делать. И средства, на которые они живут, это не только, которые они получили из этого дома, а у них есть и другие средства. А если это был заказ, который оплачен, соответственно, там тоже имеются возможности. И находятся ли они сейчас на территории нашей страны или уже уехали, мы тоже не знаем. Но я подчеркиваю, мы не можем владеть всей информацией по уголовному делу. Это прерогатива следователя, следственной группы, которая работает по конкретному делу. Ну вот мы тут встречались в этой студии с Михаилом Хессиным, который тоже в прошлом работник полиции и занимался детективной деятельностью, в том числе и до сих пор занимается. И он сказал, что просто сейчас отсутствует в показателях полиции такой критерий, как раскрываемость преступлений или раскрываемость тяжких преступлений. То есть, по сути, полиция не отвечает за результаты своей работы. Это так? К сожалению, это так. Более того, если не говорить о статистике, говорить о конкретных делах, о конкретной заинтересованности людей, потерпевших, в том, чтобы преступление было раскрыто. Вот здесь нет обратной связи. По существу потерпевший, представители потерпевшего, если он, не дай бог, убит, да, они не могут получить никакую информацию, что делается по делу. Почему? А вот потому, что так устроен уголовный процесс. То есть, они могут обратиться к следователю, а он им ничего не ответит? А он ничего не даст. Вот тоже могу пример привести. Игорь Мэйден, журналист, который год назад как раз был избит, получил тяжкие телесные повреждения, стал инвалидом первой группы. И да, работал там адвокат. Так вот, он до сих пор, спустя год, не имеет никаких материалов на руках, даже подтверждающих то, что он является потерпевшим по уголовному процессу. Ему не дают их. И вот я, когда недавно подключился к этому делу, да, я связался со следователем, говорю, вот я адвокат, давайте встретимся, а я хотел бы узнать, что там, потому что у нас тоже есть информация, а там есть лица, есть фотографии, есть свидетельские показания. Практически есть круг лиц или даже конкретный человек, кто мог совершить это тяжкое преступление, нанести этот удар. Год прошел, потерпевший даже не знает, что там делается. Следователь говорит, я вам не могу сказать, пишите запрос. Вот написал запрос, поставил конкретные вопросы, чтобы хотя бы увидеть, что там делается и что можно добавить к этому процессу. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Приходил, добрый день. А вы не думали, есть бюро внутренней безопасности полиции? Во-первых, у меня в практике было такое, что по одному уголовному делу, да, то есть человека лишали недвижимости, он, конечно, лишился. Это с помощью, можно сказать, той же полиции, которая безлаберно закрывала дела, прокуратура обратно возвращала. Ну, в конечном счете, в благодарность было написано жалоб бюро внутренней безопасности полиции, где с помощью этого тот работник, который проводил расследование, в течение недели уволился. Но, однако, эта служба, типа, некому предъявить. То есть, вот этот основной ключевой момент качества работы полиции, выделить это бюро, чтобы оно не подчинялось Министерству внутренних дел, чтобы это было по принципу, как другое бюро, независимое. Тогда будет порядок, тогда будет контроль. В настоящее время существует система, когда полиция работает очень-очень плохо, некачественно, есть признаки коррупции по уголовным делам и так далее. И вот это ключевой вопрос, это бюро внутренней безопасности. И всегда в тех случаях, если следователь затягивает, пишите жалобу, давайте возможность, чтобы, в конечном счете, этого не бояться. Спасибо вам за ваш комментарий. Действительно, ЭДБ, оно очень активно работает, по мере сил, в рамках своих полномочий. Это структура внутри Министерства внутренних дел. Но мы понимаем, что такая ведомственная все-таки привязка, она, конечно, ограничивает возможности. Достаточно сейчас обратиться к делу поица, который обсуждается активно, то есть вот задержание его и наоборот, то, что его отпустили. И, вероятно, там много домыслов, как всегда, начальника пограниченной охраны, но уже возникновение тех домыслов, оно не на пустом месте происходит. Просто потому, что, как бы, есть возможность давления, да, то есть нельзя исключить, что оно и происходит. И на ЭДБ тоже. Поэтому, вот, слушатели Баткума, в принципе, логичную вещь сказали. Итак, мы сегодня разбирали громкие дела и вынуждены констатировать, что, увы, сегодня отсутствует система контроля за расследованием тяжких преступлений. А уж о маленьких преступлениях типа кражи зеркала или велосипеда мы вообще не говорим, потому что, как правило, полиция даже не берется за такие дела или советует не писать заявление, потому что ввиду малой стоимости похищенного, вряд ли кто-то будет серьезно этим заниматься. И вынуждены констатировать, что отсутствует критерий раскрываемости преступлений в работе полиции, отсутствует возможность у потерпевшего наблюдать за ходом процесса, потому что его, к сожалению, не информируют о том, кто ведет его дело и на какой стадии расследования он находится. И я думаю, что мы еще вернемся к этой теме и подумаем о том, может быть, поговорим о том, каким образом это следственные процессы можно в стране улучшить и все-таки обеспечить людям какую-то уверенность в том, что полиция их охраняет, бережет их жизнь в первую очередь, а затем имущество и прочие права. К сожалению, мы видим, что даже в таких странах, как Соединенные Штаты, сегодня с движением Black Lives Matter происходит преступление, которое полиция даже не думает расследовать. И это плохой сигнал для нас всех, потому что, ну, нам, собственно говоря, не остается маяков, на которые мы могли бы ориентироваться. Ну, может быть, только если не говорить о старом, добром советском прошлом, когда все-таки такие тяжкие преступления, ну, раскрывались процентов, наверное, на 80, если не на 90, да, Михаил, если я не ошибаюсь? Итак, у нас в студии сегодня были Марина Михайлова, ведущая портала Криминал.ЛВ и заведующая отделом расследований газеты «Сегодня», и Михаил Черноусов, присяжный адвокат. Спасибо за участие в программе. И слушателям хочу напомнить, что буквально сегодня вечером эта программа будет выставлена на YouTube, и ее можно будет еще раз посмотреть и послушать аргументы наших экспертов, которые были высказаны сегодня. С вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская, звукорежиссер в студии Родион Золотарев. Всего доброго. Продолжение следует...